всем привет давайте разберем вот такой такой урок то есть это по-прежнему призм да то есть это новый тайфлоу 1.1 и multifracture цель урока было сделать некое процедурное разбиение то есть разница между этими итерациями только я задавал вращение рандомное вращение для этой наковальни и все нажимал там simulate смотрел что получается нажимал снова то есть мы видим что разбиение идет от точки соприкосновения вот он как бы крушит эту штуку при этом какие-то крупные куски мы видим также разламываются при столкновении землей вот например здесь видно на этом куске вот ну есть как бы здесь сложность была еще в том что объект этот пустотелый и что но вот здесь например как бы она залетает уже внутрь но сам объект никакой как бы ну не колется а только именно когда то есть там есть есть нюансы в симуляции таких объектов ну файлы расшарю амфору я взял бесплатно с скетч фаба наковальные это мега сканы вот ну и давайте начнем итак давайте рассмотрим сетап я не буду создавать его с нуля иначе это снова все будет на час а вот я постараюсь пробежаться по готовому стопу там по включать по выключать и ну объяснить логику и что и зачем делал а вот ну как бы давайте включим что-нибудь вать пока выключим и там первое это наковальня да то есть вот она там падает давайте а мы находимся в залейт selected да то есть вот два объекта наковальня и амфора и то есть вот падает я не знаю что там за точки возникают такое ощущение что он что-то как будто считает давайте сделаю дисплей с бокс здесь у меня ну понятно бирс object физик шейп компаунд почему компаунд то есть давайте посмотрим как выглядит халл а вот если я сделаю обычный конвекс да мы видим что ну никакие вот эти вот ну там вмятины да особенно вот здесь вот не отрабатываются поэтому я выбрал компаунд и в режиме грит слайс да то есть он как бы порезал на такие кубики и каждому кубику сделал конвекс халл и получился такой вот составной меж ну понятно что можно там увеличить он по точнее будет ну как бы я решил что 4 этих грит 4 на 4 до достаточно потом все что я делал в итерациях это ну собственно просто крутил до крутился и смотрел что получится как он там бьет потом назначил particle группу потому что мне нужно как-то эту наковальню отличать от остальных там фрагментов то есть назначил ей первую сим группу и чтобы отдельно экспортить потому что я отдельно экспортил кэш и отдельно экспортил наковальню чтобы можно было там что-то и подправить да иногда она как-то странно себя ведет когда не может успокоиться такой чит то есть я экспортил и удалял лишние ключи ну всегда добавляем везде слоу небольшой на спин ну на на велосипеде на спин два процента ну собственно с наковальни все абсолютно понятно давайте рассмотрим то есть как ну средний статистический пользователь бы в этой ситуации поступил то есть допустим а физик шейп да он стоит в режиме по дефолту конвекс то дисплей хал вот то есть человек добавляет такой ну типа средний статистический новичок он давайте я нот я мультифла в свой multifraction выключил то есть человек добавляет multifraction и хочет чтобы ну во первых мы видим что он поколол сразу да эта ситуация нам уже уже не подходит потому что я хочу чтобы он колол именно в момент коллизии с этим объектом соответственно идем фрагч points и говорим что я хочу физик с контакт points вот все он сейчас не коллет давайте проиграем и посмотрим что будет происходить ну во первых мы видим что то есть просто как бы режим кон режима физикса конвекс он не отрабатывает ну вогнутые объекты и для него это все просто соли но он воткнулся в эту крышку как который здесь сверху вот и кроме того ничего не поколол почему потому что нужно если вы ставите физик с контакт points вам нужно чтобы он работал постоянно работал постоянно да что потому что он сейчас срабатывает только в нулевом кадре да у него timing стоит он event entry а тогда когда ну то есть когда естественно в нулевом кадре никаких коллизии контакт ну никаких контактов физикс нету вот то есть нужно ставить continuous вот но с этим надо быть осторожнее чуть позже расскажу почему давайте еще раз так ага то есть у меня это амфора чуть-чуть приподнята над землей вот и он собственно вот мы видим зелененькие эти пойнты он как бы она там сколизилась землей и он начал радостно причем чем дальше то есть он в каждом кадре все колит но мельч делать давайте ну не знаю так мы увидим лучше осколки то есть нам нужно коллизии очевидно во первых давайте я забыл сказать какая здесь particle группа здесь particle группа я не могу поставить 2 потому что иначе не будет коллизии с первой то есть физикс группы должны оверлапиться да то есть перекрываться соответственно я поставил 1.2 ну то есть и и 1 и 2 то есть такая компаундная на самом деле это просто ну так так такой механизм работы у всяких этих симуляции ну симуляционный групп физиксе на поэтому если мы хотим чтобы то есть вот так вот если сделать ну то есть не будет не будет коллизии то есть вот этот объект будет ну давайте я просто выключу пока этот чтобы показать ну то есть он 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 просто насквозь проходит да то есть группы должны оверлапиться вот поэтому сейчас они будут коллизиться проверяем да все все коллизиться ничего не разбивается включаем соответственно что дальше нам нужно во первых я хочу чтобы он отслеживал здесь вот фракши points он чтобы он отслеживал только симуляционную группу ну то есть только первую симуляционную группу то есть нашу наковальню и чтобы он не отслеживал ground какие-то коллайдер ну коллайдеров здесь нет да это физикс коллижен оператор то есть вот коллизимся с партиклами отслеживаем коллизии с партиклами с первой группой смотрим что происходит бам то есть он да то есть мы видим что вот он создает он отследил вот этот коллижен создал точки естественно так как у нас стоит конвекс он просто абсолютно солидный то есть как бы этот наковальня просто воткнулась вот в это пустое пространство потому что она он мы видим шейпы которые он сделал сейчас мы это поправим но уже успех частичный успех по крайней мере нужное отрабатывается поэтому нужно я ну как бы меняю тип физикс шейпа на компаунд вот я решил что ну то есть вот представили представить виде таких вокселей ну как бы лучше чем другие методы ну там можно поперебирать но я как-то поперебирал решил что то есть он представляет теперь этот шейп виде набора таких кубиков вот и давайте теперь посмотрим я файл ну я файл приложу вот соответственно я там можно будет открыть посмотреть то есть вот мы видим что уже он пролетел внутрь вот и где-то сейчас произойдет коллизия а вот то есть зашла коллизия но я вижу что облака точек это но она такой маленькая то есть я хочу чтобы во первых чтобы их было больше и чтобы они занимали большую как бы площадь то есть чтобы их было больше здесь так мультфракчи чтобы их было больше здесь ну ну как бы он типа вот начальный макс каунт то есть он создает какие-то точки прямо вместе коллизии потом на основании этих точек можно как бы их расклонировать чтобы он возле каждой точке создал еще некое облако точек то есть и вот за это как ни странно отвечает кластерс ну потому что обычно кластеры значит не нечто другое в тайфлоу но вот он так назвал вот я бы назвал ну типа point cloud то есть возле каждой точки которая там на вместе коллижена он создает еще ну допустим я хочу чтобы было десять точек и и point scale это как бы глобальный скейл этого облака вот пусть будет 50 сейчас посмотрим что получилось вот то есть да мы видим что уже их больше можно выключить наверное ну вот то есть как ему сейчас дальше симулить вот эти кубики они тут будут цепляться на этих короче я хочу чтобы вот этот режим физикс компаунд чтобы он работал только в момент первого столкновения потом когда мы уже покололи на какие-то куски можно эти куски вполне сделать конвекс халл именно поэтому я вывожу еще раз сюда и назначаю давайте ну то есть в принципе я все тут поэтому как бы по первому мультифракчи объяснил давайте мы его удалим оставим мой и ну все выключим до выключим все остальные чтобы было понятно давайте включим тот который я сделал вы халл оставим пока до чтобы наглядно это было я чувствую даже сокращенном режиме с равно будет час этот туториал так вот сейчас но у меня естественно там под накручено там во первых стоит две итерации вот то есть так уже мы видим по количеству партиклов что партиклы все покололись и перешли сюда до с выхода мультифракчи во первых здесь две итерации вот и ну как бы получается слом не одинарные вот а двойной то есть вот как бы здесь где это я объяснял как это работает в предыдущем видео но если вы вдруг не видели вороной столько здесь вкладок вот вороной фракчи вороной то есть две итерации ну давайте для простоты сделаем пока одну итерацию чтобы он побыстрее работал так что происходит он так учение что не обновил а нет просто так быстро произошло что я даже не заметил и я заново вот этим кускам назначаю обычный конвекс халл да вот чтобы дальше он на симулил мне вот это то есть мы уже видим что здесь внутри есть некая пустота а вот и что я дальше делаю ну вот типа то есть я во первых хочу несколько вещей давайте выключим отображение халл он думала логика понятна то есть начале поставили компаунд чтобы он отработал ну вот эту пустоту внутри потом когда мы уже раскололи на фрагменты мы заново назначаем физик шейпу а конвекс халл вот то есть я хочу здесь несколько вещей во первых ну как бы это наковальня по-прежнему лупит по этим кускам вот здесь например а вот здесь бам то есть я хочу чтобы она еще раз колова а то есть очевидно мне нужен еще один от фрагч тоже по физикс коллижен а а давайте его включим по моему это вот этот здесь смотрим что здесь то же самое все ну по факту я скопировал а вот поменял там ну так же здесь группа первая потому что ну наковальня это первая группа ну как и какие-то значения и очень такая важная вещь потому что мы понимаем что коллизии эти происходят буквально там в каждом кадре то есть он ну как он как и грубо говоря какие-то осколки он толкает там практически постоянно это наковальня и если у нас multifracture работает в режиме continuous он будет каждый кадр фрагчурить фрагчурить нам нужно как-то ограничить во-первых первое что мы делаем это surface area у меня здесь есть там property тест который я вот там меряю surface area и там вывожу и смотрю какого какого какой площади у меня эти осколки вот и поэтому я как бы не буду объяснять там цифры так да вот вот этот то есть я достаточно 500 это достаточно крупные ну там вот и вот этот да вот у этого явно площадь больше чем 500 соответственно я ограничил колоть во-первых те которые крупные мелочь всякую но столкнулся столкнулась да ничего страшного отлетела и как нам ограничить длительность грубо говоря здесь есть такая вещь находится она по-моему в инпуте вот фрагчий input вот limit recreation глубина рекурсии глубина сколько раз он ему дозволено там он как-то помнит по-моему начальный кусок сколько раз он может его поколоть поэтому я ограничил там по дефолту два по-моему стоит и как бы ну давайте включим а и посмотрим что происходит фрагчий поинт зелененькие вот вот я вижу что вот 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 они создались возможно они создались вот видим то есть он вот этот большой кусок он снова расколол а здесь уже стоит одна атерация там не две да то есть мне не нужны здесь там какие-то гипер сложные разломы вот ну то есть с этим понятно при этом он не будет это делать бесконечно он там в какой-то момент ну вот эти фрагчий поинт да их надо смотреть вот потому что если там лимит не включать он будет колоть 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 там и измочалит эту амфору просто совсем в маленькие куски а следующее что я хочу делать мы видим что давайте не помню давайте посмотрим экспорт а что происходит в экспорте то есть у меня наковальня колет куски я хочу чтобы еще а когда они падают на землю крупные куски чтобы кололись вот не знаю насколько это видно давайте попробуем снизу посмотреть вот большой кусок давайте посмотрим раскололся ли он столкновение с землей да откололся от него вот откололся фрагмент а то есть следующая задача это еще один мультифрагчий который будет колоть а землей куски то есть это вот он можно их там как назвать чтобы понятно было здесь здесь все то же самое по моему здесь стоит то есть мы помним что как бы мы отслеживаем группу 1 2 это собственно группа этих черепков а коллизию этих фрагментов с землей то есть мы задали группу 1 2 выключили партиклы выключили коллайдеры включили землю ну и собственно все остальное по дефолту так же здесь задается задается в инпуте я решил что рекурсион 2 хватит да то есть там ну кусок этот ударился а пол раскололся ну и может быть еще раз раскололся и так же так же это фильтр тоже для достаточно крупных кусков да surface area больше полторы тысячи вот вот ну собственно все мы почти у финала то есть этот этот вороной включает разбиение у него по моему синенькие фрагчи поинтс вот мы видим видим какие то синие мелькают эти фрагчи поинтс то есть я вижу что вот был большой кусок он ну возможно возможно нужно еще добавить еще один фильтр по велосити то есть вот этот кусок явно практически статичен то есть и я хочу например чтобы кололись об землю те которые имеют большую велосити соответственно сюда нужно еще один фильтр добавить там по велосити но это уже как бы все вкусовщина то есть чтобы вот этот вот кусок сейчас не раскалывался раскалывались только какие то более крупные куски ну мы видим что вот вот синие синие там мелькают эти фрагчи поинтс то есть вот этот вот кусок явно там как то раскололся вот все столкновение с землей тоже отработали и последние здесь мы помним что у нас две итерации ну в моем этом две итерации соответственно у нас получаются такие ну как бы на сломах там получаются такие длинные узкие как бы сейчас вот он их поколит призм то есть вот вот эти фрагменты вот я хочу вот эти вот фрагменты на сломах вот вот здесь хорошо видно да вот такой длинные узкие я его хочу у них площадь там типа меньше ста и собственно здесь еще один multi-fracture стоит вороной он никакой не continuous у него классический стоит процедурал поинтс никаких там физикс коллижен то есть по дефолту вот в рандум волюм да и то есть у него тайминг он event entry да то есть как только этот у длинный узкий кусок попал сюда в этот ивент чтобы он его на входе поколол и все больше он нам не нужен то есть ну собственно все вот давайте я его включу и мы еще раз подождем 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 ну вот вот он их расколол то есть мы видим что что можно включить у него фрагчемешес отмотать назад на тот момент когда он сработал ну это собственно момент разбиения да вот он то есть мы видим что вот он как часть этих захватил возможно нужно чуть-чуть увеличить ему фильтр например больше там 150 потому что здесь явно вот тоже есть какие-то мелкие осколки он их не захватил потому что у них чуть больше площадь там типа 150 или 200 вот было бы лучше я думаю но это все уже вкусовщина ну собственно все вот такая идея как бы ключевые моменты да что во первых нужно чтобы эта штука работала в continuous режиме не забываем в там фрагчи input глубину рекурсии ставить чтобы он там бесконечно их не дробил ну собственно все а это в это ну Продолжение следует...